Физиология маска-носительства. Когда стало в магазинах требоваться ношение масок, то я понял, что больше десяти минут я не выдерживаю, меняется какое-то мироощущение, крыша едет, не спеша, тихо, шифером шурша. Задумался почему. Во-первых, я считаю увеличение этой мёртвой зоны вдоха-выдоха. То есть если я, как обычный человек, дышу где-то пол-литра, у меня вдох-выдох где-то пол-литра гоняю туда-сюда. Эти пол-литра это объём воздуховодных путей до альвеол. То есть это трахея, бронхи, бронхиолы и так далее. То, что не изменяется в объёме, ну где-то я считаю пол-литра. Если считать, что мой полный объём лёгких четыре литра, то значит три с половиной, остальные три с половиной, это альвеолы, которые, значит, непосредственно берут воздух. И вот когда я дышу, соответственно, пол-литра туда-сюда, то я обновляю в воздуховодных путях воздух, а уже диффузным путём он проникает, он уже поступает в альвеолы и там обменивается с кровью, соответственно, кислородом и углекислым газом. Если я увеличиваю объём мёртвой зоны, то есть не пол-литра, скажем, воздуховодных, но литр, то есть я, скажем, добавляю ещё одну бутылку, например, и дышу через бутылку, если я здесь вырежу донышко, естественно, я буду дышать через бутылку, у меня ещё пол-литра мёртвой зоны оказывается плюс к тому, к моему воздуховодным путям. То получается, что диффузное, то есть здесь я меняю, то есть меняется воздух, то есть я гоняю воздух здесь, обновляю воздух в бутылке, а уже в воздуховодных путях моих пол-литра, там уже диффузно идёт обмен воздуха, и уже к альвеолам уже подходит гораздо меньшее количество кислорода, и обмен углекислого газа гораздо медленнее происходит. Таким образом, возможно, благодаря этому, во-первых, кровь обедняется кислородом и обогащается углекислым газом, естественно, эффект от этого немножко как бы едет крыша, естественно, для того, чтобы компенсировать, компенсаторно организм пытается, он может увеличить объём дыхания, глубину дыхания, частоту дыхания увеличить, увеличить давление крови и участить частоту пульса. Это можно проверить, можете проверять, я это как бы оставляю без комментариев. Далее, если... А, ну да, и тогда можно, значит, любители лёгких наркотиков могут это использовать, как, например, дышать через какой-то шланг, там, я не знаю, диаметром один сантиметр, если один метр длиной, то можно подышать через этот шланг просто обычным воздухом, и эффект будет несколько оригинальным. Второй эффект от маски, если, например, маска всё-таки одевается плотно, как рекомендуют, то есть совсем плотно, и здесь нету никакого, или он настолько минимален, что им можно пренебречь, никакого объёма внутри маски, между маской и лицом нету, тогда получается основной эффект от маски, ну, именно физиологический эффект, это то, что дополнительное препятствие, существует дополнительное препятствие для вдоха и для выдоха, то есть усиленная работа дыхательной мускулатуры, усиленное давление при выдохе и уменьшенное, соответственно, давление при вдохе, то есть более отрицательное разряженное давление, это при выдохе это будет аналогично где-то какой-то осматический такой компонент, при вдохе я даже не знаю, что это, но в любом случае это тренировка дыхательных мышц, это увеличение глубины вдоха, соответственно, и если бы это не эта маска, то, наверное, я бы сказал, что если просто так увеличить, то это, наверное, всё-таки увеличение кислорода, доступа, поступление кислорода в кровь и вымывание углекислого газа из крови. Эффект аналогичен предыдущему, но немножко с другой стороны, вот я, кстати говоря, немножко подышал, тут и уже немножко есть. Вот, аналогичен предыдущему, то есть маска, она меняет физиологию всё-таки дыхания, в какую сторону, хорошо это, плохо ли это, но меняет точно. Можно это наблюдать, можно это смотреть. То, что человек в маске, единственное, что могу сказать, человек в маске ведёт себя, ну, я, я о себе, конечно, я веду себя немножко по-другому. Не только потому, что у меня головы, но и потому, что я дышу. Потому что изменяется, изменяется тот состав крови, который поступает в мой головной мозг, в первую очередь. Ну, вот это, наверное, всё, что я и хотел сказать. Пока всё. Субтитры создавал DimaTorzok